Валентина Васильевна не ищет легких путей. Лед на тротуарах ей приходится обходить дворами. Каждый день дорога в магазин, до которого в среднем идти минут пять, для женщины оборачивается в длинный променад. На улице Матросова она живет больше 20 лет. Женщина вспоминает, лед здесь почти никогда не чистили. Когда ЖУ было, тогда все-таки чистили дороги. Тогда ЖУ отвечало, но чистили. А сейчас вот ЖУ-то не работает. Работают коммунальные хозяйства. Они вообще не работают. Что уж говорить про периферию города и дворы старых домов. Травматологи утверждают, что зимой и в самом начале весны больше половины пациентов травмпунктов с переломами из-за гололеда. Празднование Международного женского дня многих подкосило. За последнее дежурство в 11-й городской больнице зафиксировано 86 обращений с переломами. Чаще всего скользкая дорога травмирует лучевую кость, предплечье и шейку бедра. Шейка бедра не срастается при переломах, к сожалению. Поэтому в данной ситуации единственный правильный выход помощи человеку – это эндопротезирование. Она не срастается в связи со своей анатомической особенностью. Если человек упал во дворе дома, можно обратиться за возмещением затрат в управляющую компанию или ТСЖ, которая не выполняет свои обязанности по очистке дороги. А вот за территорию возле магазинов, офисных центров или заправок несут ответственность собственники. И помните, что скользкая подошва, сложенные руки в карманах и алкогольное опьянение заставят вас вспомнить фразу «Упала, чинулся гипс». Ирина Корчегина, Александр Антропов. Наши новости.